Следующий у нас доклад Оренбуркина Ольга Ивановна, заведующий лабораторией хирургии катаракта и интерокулярной коррекции Института глазных болезней УФА. Пожалуйста. Добрый день, дорогие коллеги. На сегодняшний день ни для кого не секрет, что доля катаракта составляет 70% всех случаев внутриглазных вмешательств. И актуальность задачи современной катарактологии – получение максимально предсказуемого и точного рефракционного результата. Золотой рефракционный стандарт – получение сферического и стигматического результата в пределах плюс-минус 0,5 диоптрий. Как же добиться улучшения рефракционных результатов? Это можно добиться совершенствования хирургических методов и новых достижений в средствах коррекции. Традиционный ИОЛ на сегодняшний день – это монофокальные. После их имплантации пациенты нуждаются в дополнительной коррекции для Дали или Близи. Внедрение мультифокальных ИОЛ на сегодня – один из основных реально работающих способов коррекции АФАКИ с восстановлением зрелья на разных расстояниях. В наше исследование было включено 56 пациентов, 112 глаз, к которым была проведена факумсикация катаракты с имплантацией мультифокальной или бифокальной линзы РЕСТОР с адедацией 3-диоптрий в недоминантный глаз, с адедацией 2,5 диоптрий в доминантный глаз, так называемая методика «блендед». Всем пациентам был проведен фемтоэтап на лазерных установках «Виктус» или «Фемто-ЛДВ», с помощью которых проводили роговичные разрезы, переднюю круговую капсулу «Рексис», а также фрагментацию ядра хрусталика. Факумсикация проводилась на машинах «Инфинити» и «Стелларис». Состав отозрения до операции составила от правильной светопроекции до 0,7 с коррекцией, и роговичный до операционной астигматизм не превышал 0,75 диоптрий. Какие же получили мы результаты? Через один месяц бинокулярное некоррегированное остатозрение вдаль с имплантированной данной линзой составило в фотоапических условиях у 85% пациентов, 0,7 и выше в премизопических условиях у 79% пациентов. Через 6 месяцев данных пациентов стало больше, и при фотоапических условиях высокая острота зрения была достигнута в 92,5% случаев, и в премизопических – 82,5% случаев. Комфортное расстояние для пациентов при зрении вблизи фотоапических и мизопических условиях составило при фотоапических 32,8 см, при мизопических – 29,3 см. Бинокулярное остротозрение вблизи 0,5 и выше через один месяц составило при фотоапических условиях 46%, при мизопических – 26%. И через 6 месяцев, если при фотоапических условиях количество пациентов выросло до 72%, то при мезопитчих чиселых условиях высокую остроту зрения обладали лишь 45% пациентов. Нам уже сегодня коллеги Николай Петрович и Виктория Вячеславовна рассказали о новой трифокальной линзе. Мы также имеем небольшой опыт ее имплантации. На сегодняшний день нами прооперировано 6 пациентов, это 12 глаз, которая была взята за основную группу. В оба глаза была имплантирована трифокальная линза Panoptix и 26 пациентов, 52 глаза взяты контрольной группой, которым была имплантирована линза Акресофт Ахюрис Тор с адедацией 3. Почему мы взяли именно эту адедацию, а не 2,5 или не метод блендет? Потому что нам очень хотелось сравнить именно среднее расстояние, которое, как известно, страдает у линз бифокальных. Возраст пациентов 46-71 год. Операционная острота зрения максимальная была с коррекцией 0,5. Фемт-этап всем пациентам был поведен на аппарате LDV. Что же мы получили? Некоррогированная острота зрения вдаль и вблизь. На 14 день после операции в фотоапических условиях у пациентов основной группы была статистически достоверно выше, чем у пациентов контрольной. К третьему месяцу отмечалась выравнивая острота зрения в обоих группах, однако острота зрения в основном группе была чуть выше, хотя она была статистически недостоверна. Острота зрения на средних расстояниях была также достоверна выше в основной группе, причем это сохранялось на всем периоде наблюдения. При мезопических условиях освещения статистически достоверно лучшие результаты были получены также в основной группе, как на дальнем, так и на ближнем и среднем расстояниях, причем на всем сроке наблюдения. Вот получили мы такую кривую дофокусировки и, анализируя данные, сделали заключение, что у пациентов основной группы она имела более плавный характер, зрение в диапазоне 40-80 см, и пациенты контрольной группы имели более низкую остроту зрения в данном диапазоне и наиболее четкую точку ясного видения в проделах 40 см. Через один месяц после операции пациенты, как с трифокальной, так и с бифокальной линзами, не пользуются очками для дали. На близком и среднем расстоянии в условиях фотоопических и мезопического освещения пациенты основной группы не пользуются очками ни в одном случае. Небольшое количество пациентов, которые пользуются очками, представлено на слайде, это только контрольная группа. Через месяц при фотоопических условиях пользуются очками 11% пациентов и 19% мезопических. Через 6 месяцев эти данные снизились ровно в два раза. То же самое происходило и на среднем расстоянии в контрольной группе. Также через месяц пользуются очками 15% в фотоопических, 23% в мезопических, и через 6 месяцев в два раза меньше пациентов, это 7,7 и 11,5%. И хотелось бы привести тоже клинический пример. Пациентка 49 лет, торговый работник, отмечал снижение зрения в течение двух лет после химиотерапии, диагноз неполно осложненной катаракты, остатозрение 0,1, давление в норме, провели стандартное исследование, дополнительное исследование, кертометрия была в поделах физиологической нормы, о сети макулы также было в норме. И вот получили мы какие результаты. После окончания операции, видно фотографию глаза, на первые сутки после операции, бинокулярное остатозрение составило через 14 дней, 1,2 месяца, единицу, вблизи 0,9, среднее расстояние было 0,8. Астигматизм после операции составил 0,25 диоптрий, и что характерно, остатозрение не зависело от уровня освещенности. Вот это как раз данная пациентка, которой проводили фемтоэтап, докинг на аппарате LDV. Процентезы хорошо визуализировались в микроскоп и открывались шпателем. Капсулы Рексис был свободен на всем протяжении. Хочется сказать, что данная линза не имеет каких-то особенностей, и она имплантируется так же, как и все линзы системы Акресофт, то есть тот же картридж. Это пока процесс факуфоргментации, факунификации, факу аспирации. Ну и вот как раз сейчас имплантация этой линзы. Визуально линза имеет большее количество колец, что соответствует, как уже говорили, 15 и 7,9 в предыдущем поколении линз. То есть технически никаких проблем с имплантацией данной линзы нет. Пациентка осталась очень довольна. Также у нее активный образ жизни. Она занимается горными лыжами и планирует уже в ближайшей зиму возобновить свое хобби. Ну и хотелось бы выводы. Имплантация мультифокальных унл по методу Блендет дает возможность после операционного периода получить высокую остроту зрения как вдаль, так вблизи и на среднем расстоянии без дополнительной очковой коррекции, что соответствует хорошей зрительной реабилитации пациентов. И первые результаты применения новые трифокальные линзы Panoptix показали качественное зрение на разных расстояниях вне зависимости от уровня освещенности и требуют дальнейших исследований. Благодарю за внимание.